И всем привет, ребят! С вами Сарваник. Я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен обзору нового замечательного корпуса. Это первые эмоции, первый обзор. Я вообще ни разу не играл на новом корпусе. И сегодня я готов вместе с вами его потестировать, опробовать. И вы первыми увидите все мои мысли, все мои эмоции связаны с новым корпусом Паладин. Его уже выдали на спецаккаунт пару дней назад. Но у меня руки до этого не доходили. А сегодня, наконец-таки, мы вместе с вами все это дело можем записать. Поэтому заходим в гараж. Одеваем паладинчика. Одеваем паладинчика. Сразу скажу, что внешний вид этого корпуса я уже видел. Соответственно, мне он, передняя часть, напоминает всю ту же Теслу, только большого размера. Вот видите, как будто двойная Тесла у вас. Она, ну, я не знаю, как по мне, четко прорисована так же само, как Тесла. Да, только она в большем размере. То есть, по сути, это у нас такая двойная Тесла. Поиграем, я думаю, что, ну, даже может быть на этой же самой Тесле. Паладинчика, я так понимаю, да, XT-шного у меня нет. Было бы посмотреть вообще интересно, как она, паладин XT бы сочеталась с Теслой XT. Сыграем, посмотрим, что будет сейчас показывать этот корпус. Я думаю, что сыграем сначала с бустером, потом мне, ну, хотя бы на чуть-чуть хотелось бы просто одеть кризиса. Посмотреть, с какой скоростью летит этот корпус. Это, я так понимаю, что тоже ховер-корпус. И это полноценно у нас получается средний, да, корпус. Средний корпус, 3000 хп. Да, 3000 хп по характеристикам. Будет интересно позырить на его, конечно же, овердрайв. Овердрайв, там говорят, что-то там связано с отключением всех эффектов. Ну, короче, сейчас запикаемся в катку и уже потихонечку, потихонечку будет этот моментик виден. У меня новое устройство здесь стоит. Давайте я возьму на Теслочку электропушку, чтобы чуть-чуть покомфортнее было все это дело. Ну и смотрим, смотрим, что тут у нас будет показывать наш замечательный новенький корпус. Возможно, вы уже видели какие-то определенные обзоры с этим корпусом. Ну и у вас уже есть какое-то представление. У меня этого представления особо никакого нет. Так, что касаемо корпуса, который... Ну, просто по передвижению я скажу, что... Ну, по ощущениям, как Крусейдер едет, да? Может, даже Крусейдер едет побыстрее. Да, что-то как-то на поворотиках. Ну, я бы не сказал, что прям что-то как-то маневренность есть какая-то. Вроде как бы что-то, что-то есть. Но как бы и... И ничего такого жесткого не показывает, да? То есть такая тарелочка здоровенная имеется у нас. Сейчас попробуем сейчас молодого скушать. Главное нам, конечно же, посмотреть, что у нас будет с овердрайвом. Уже полноценно 60% есть. Овердрайв копится, скорее всего, примерно так же, как на Крусейдере. Я не смотрел тайминги, но так, по ощущениям, кажется, что примерно что-то около этого. Так, ну и интересно будет, как мы сейчас заюзаем этот овер. Что у нас тут будет вообще по эффекту? То есть, как он будет работать. Точку захватываем. Ну и давайте попробуем здесь кого-нибудь схавать. Да, пока что на Тесле тут особо никого не хаваю. Надо еще электропушечкой заряжать. Выстрелы у меня же есть. Дополнительная замечательная возможность. Нарез поносить всех. Так, ну и вот теперь у меня уже есть овердрайвик. Сейчас посмотрим, что мы с этим овердрайвом можем сделать. Так, например, мы газуем вот сюда. Газуем сюда. Есть у нас здесь один противничек. Мы его сейчас ночпокинг. Нет, ночпокинг не сажаем. Но давайте поджимаем овердрайв. Так. Дает хп тиммейту. Мне очков за это не дает никаких. Плюс ко всему прочему. Так, ну вот я, например, подъехал. А, понял. Это, короче, полноценно как механик работает, да, дрон. То есть он саппорт. Жесткий саппорт хп. Понял. Но за этот саппорт хп, то, что оно лечит тиммейта, мне очков не дает. Овердрайв при этом за счет, может, даже тиммейта подрос еще больше. Но я не знаю, что-то как-то у меня процент овера прям очень большой сразу. Понял, электропушка. А, нет, это лаксерва. Я уже думал, электропушка тоже багованная. Так, вот, например. А, еще и себе хп дает. А, так это вообще имба. Это вообще имба. И вот этот вот еще купол, я так понимаю, нам дает игнор всех эффектов, статус эффектов. И если, например, на мне будет наложен какой-то статус эффект по типу, например, чего у нас там, пробития, да, то при прожатии овердрайва этот статус эффект автоматически снимется, да, я так понимаю. Блин, прикольно. Прикольно. Ну вот, мне бы сейчас был бы овердрайв, я бы сейчас как раз-таки как-то устанул бы. А что касаемо моих тиммейтов, если я буду в их радиусе и буду давать им хп, то, наверное, у них эти статус эффекты тоже будут сниматься. И не смогут. Короче, это типа щита. Типа щит, я понял. Ну да, в принципе, паладин. Это как бы и есть этот самый замечательный щиточек. Так, ну вот, да. И хпшку еще раздает. Единственное, что мне не нравится, то то, что я так понимаю, что хпшку я даю своим тиммейтам, но я очки не получаю за эту хп. То есть, если бы я бы еще бы за этот весь урон, нанесенный по оппоненту, еще бы получал бы сам очки, было бы еще жестче. Было бы вообще круто. Но это, короче, сколько он работает, походу, там секунд 10-15, плюс-минус, да, овердрайв. Можно будет сейчас засечь. Сколько он работает, мне интересно. Но на это время, по сути, твой танк становится, ну, такой, полубессмертный. Там по 120 или по 200, там что-то такое добавляется, да, хпшка. Неплохо. Плюс еще можно тиммейтов лечить. Это вообще будет, наверное, очень крутая тема в какой-нибудь осаде. В потной осаде, вот сейчас мы в осаду пойдем как раз. Там, где всякие эффекты наносятся. Я думаю, что там можно будет прям очень жестко реализовать эту тему. Так, ну и овердрайв тоже не спадает. При прожатии овердрайв уходит на минимальный процент. Это очень хорошо. Это очень хорошо. То есть, по сути, можно будет его даже сжать в тех ситуациях, когда тебя, ну, там, чуть-чуть до респа остается. Даже моментик. Так, давайте здесь прожмем. Да, хорошечно. Отлично, великолепнейше. Супер, 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 супер. Хп плюс саппорт своих тиммейтов. Да, ну, круто. Круто, 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 круто. Круто у меня сразу 80%. Попробуем сейчас еще. А, 5 секунд уже. Никого внести. Ну, да. А, сколько работает, я не посмотрел, только овер. Сейчас мы его чекнем. Первые мысли, прикольно. Прикольно, первые мысли, прикольно. Очень прикольно. Сейчас попробуем вот именно осаду запикать. Потому что вот первые мысли, которые у меня есть в голове, это очень актуальный корпус для осады. На точке раздавать хп, плюс сейвить все эффекты тех игроков, которые находятся в твоей зоне. Мне кажется, что это должно работать. Оно должно работать. Если оно будет сейчас тут по красоточке давать, это будет очень достойно. Очень-очень достойно. Так, попробуем сейчас овердрайв сразу подобрать. Но очков мне оно не дает. Так, давайте прожимаю сразу. Оп, да, очки мне не приходят. Хп-шка потиху-потиху копится. Так, своего тиммейта подсейвил. Да, очень-очень долго довольно-таки овердрайв работает. Секунд, походу, даже 20. Так, ну и здесь тиммейта, да. Отличный саппорт. Отличный саппорт. Это просто, ну, чисто корпус саппорта. Чисто саппортинговский корпус. Вот если вы играете в группе, и у вас есть такой корпус, я считаю, что это очень крутая тема. То есть для соло, я бы не сказал, что это актуальный корпус. А вот именно в виде саппорта, сейв всех статус эффектов, плюс дополнительное хп вашим тиммейтам, я считаю, что это очень крутая тема. Очень крутая тема. Ну вы просто сейвите. Вот видите, вот так вот просто стоите, и сейвите всю свою тимму. Только, ну, вот я говорю, что проблема вся в том, что очки вы не получаете за этот саппортинг. Если бы вы еще бы получали бы очки за этот саппорт, это было бы вообще идеально. Вот надо было еще посмотреть, если бы хантер бы сейчас застопил, что бы было бы. Засейвились мы все вот под этим шариком, как бы, под этой броней, или не засейвились. Если засейвились бы, то это было бы вообще очень жестко. Очень-очень жестко. Так, вас бы с бомбой. Мне бы дожить до замечательного. Оп. И статус сразу даю, красивый. Он как раз хантер есть, сейчас проверим. Поедет он, прожмет? Не, не поедет прожимать. Ну это чисто саппорт, но это жесткий саппорт. Очень жесткий саппорт. Очень жесткий, красивый саппорт. Мне нравится! Мне нравится, честно, прикольно. Прикольно. Что-то необычное. Что-то необычное, к чему я, наверное, не был вообще готов увидеть. Прикольная темочка. Прикольная. Я смог, конечно, здесь диктатор раздать овер на всех. У меня был бы почти бы овердрайв. И можно было бы красиво засаппортить точечку. Ну и пока что что-то как-то статус эффекта не наносится под этим. Чтобы можно было четко проверить. Сейчас проверим, я думаю. Будет овер. Скоро. Такси. Блин, ну зачем так прижимать? Я не понимаю. Подприжали меня. Давай, давай. Овер, овер прожми. Хорошо, молодец. Лаг серва. Как всегда, очень вовремя лагает сервер. 97. Хорошо, прожимаю. Сейвлю сразу своего одного тиммейта, второго тиммейта. Ну там, конечно, арта с овердрайвом. Это, конечно, очень жестко. Может быть, этот корпус не супер не супер имбовый для очков. Да, то есть, заработок очков, но не будет прям идеальный. Не будете вы тут получать прям тонны этих очков опыта, там и фарма. Ну, по крайней мере, пока я особо сильно не придумал, да, как можно, например, зафармить эти дополнительные очки. Да, то есть, пока в моей голове это чистый саппорт, который будет именно сейвить вас и ваших тиммейтов в нужных ситуациях. Как это было, например, с эффектами устройств вот этих пробитий, да, то есть, есть, например, на определенные пушки пробития, за счет которых можно по итогу очень неплохо саппортить своих тиммейтов и, ну, то есть, вы подаете пробитие и сразу тиммейты добивают вашего оппонента. Либо там вы, например, на том же Гауссе Эмме сносите расходку, тиммейты саппортят, помогают, да, то есть, что-то здесь в этом же духе работает. КП как средний корпус и скорость среднего корпуса, ну, я, наверное, считаю, что это правильно, да, то есть, это не должен быть легкий корпус, это не должен быть тяжелый корпус. То есть, по сути, средний корпус это то, что нам нужно. То, что нам нужно. Ну, и будет ли этот корпус актуален и нагибать ли он будет как корпус на очки, на фарм, я думаю, что скорее нет, чем да. Ну, по крайней мере, пока у меня такие мысли, что он не будет актуален. и то, что скорее всего, скорее всего, его не стоит использовать в тех режимах, где вы не можете в одной большой куче подсаппортить сразу же несколько или даже не то, что несколько, а там большое количество своих тиммейтов. Вот, типа, осада, это очень крутой режим, прям очень крутой режим для этого корпуса. Вы видели, как это все дело работает, вы подъезжаете и сразу же сейвите кучу своих тиммейтов. То есть, если, например, у вас еще будет купол, да, то есть, купол титана плюс паладин, это вообще просто бомбическая тема. Просто бомбическая. Я даже думаю, что можно вот эту вот комбину разыграть на видосе, показать. То есть, не в теории, как это работать должно, а на практике показать вам. Мне кажется, что это очень будет идеальная раскладка. Так, и сейчас бы вот, сейчас еще и овердрайв бы подобрался бы у меня. Вот как раз Титанчик прожал купол. И, и, и давайте вот так. Да, 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 вот было пробитие на тиммейте. Было пробитие на тиммейте, я только прожал овер и сразу пробитие снялось. Офигеть. Но это очень крутая тема. То есть, сейв от всех статус эффектов. Это очень прикольно. Это очень прикольно. Да, и точку мы тоже захватываем. ХПшку потиху себе добавляем. Поскольку, по сотке. По сотке в тик добавляется ХП. Не сказать, что много, но за сколько там этот овердрайв работает, полноценно, походу там 20 секунд, это очень достойно. Очень достойно. Мне нравится. Мне нравится, что здесь показано в этом корпусе. по сути, наверное, но лишних моментов особо не видно. Единственное, что я хочу еще затестить по-быстрому. Сейчас запикаемся, сделаю закрытый бой. Хочу посмотреть скорость с кризисом, какая у этого корпуса. Бомбическая, не бомбическая. Сейчас быстренько зайдем, зайдем, посмотрим. Ну, а так, интересно, 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 интересно будет посмотреть, как игроки будут реализовывать этот корпус. И, наверное, это не тот корпус, на который стоит там бомбить, гореть, там, и говорить, что, блин, опять этот паладин, габелла, все, ужас, плохо, и в этом духе, да. То есть, да, он может быть где-то чуть будет бесить, но его можно контрить, да, то есть, всегда, если вы его четко будете накидывать урончик грамотный, то, по сути, этот, бэм, что у меня кризис не делается, что за ерунда. Давайте перезайду. Я вроде, а, не, я в гараже же переодевался, да, походу, из-за этого, не знаю, короче, что тут случилось. Давайте попробуем сейчас. Можно переодеться уже кризис. Да. Смотрим скорость. По маневренности тоже корпус получше, чем Крусейдер и чем Хоппер, да, и Арес. Я так понимаю, что этому корпусу они не облегчили так сильно все эти моменты. Да, то есть, например, если там лететь в каком-нибудь регби, то на нем будет очень комфортно. Можно будет его тоже, если вам интересно, в дальнейшем затестить в регби, посмотреть, как он будет вообще лететь. Но по ощущениям, вот я вижу, как он идет на плавных вот этих вот щах, лево-право, лево-право. Идеально. Идеально, да, чуть-чуть тут заносика, конечно, есть у него. Быстрый разворот не получится на максимальной скорости, но прикольно. Прикольно. И плюс этот эффект. Да, то есть, сейчас мы заодно можем еще посмотреть, какого овера будет копиться. Это 50% за минуту только? Ага, то есть, пассивно, полноценный овердрайв копится где-то 2 минуты, да, на пассивке. На пассивке 2 минуты копится овер. То есть, ну, это, наверное, но, когда ты уничтожаешь оппонента, там все быстро происходит. Уже будет овердрайв быстренько накапливаться. Поэтому, как-то так, друзья, пишите, что вы думаете вообще по этому поводу. Пишите, что вы думаете по поводу этого замечательного корпуса. Я так понимаю, что совсем скоро он уже будет в сначала ультраконтейнерах, да, его можно будет выбить, а потом он уже будет продаваться через какой-то период времени в гараже за кристаллы. Да, те ребята, которые будут выбивать и играть на этом корпусе, мой вам совет, старайтесь помогать своим тиммейтам. Да, то есть, я уже много раз говорил, что матчмейкинг и хорошие игроки очень сильно любят, когда у них есть нагибаторские, качественные, умные, грамотные тиммейт. Да, то есть, если вы будете играть на команду, вам это обязательно вернется и в дальнейшем вам также будет помогать саппортить. Да, понятное дело, что много игроков, которые там, ну бы, не совсем понимают, что нужно делать в этой игре, либо там играют с телефонов, там, или еще что-то, но старайтесь, если уж играете на этом корпусе, старайтесь делать свою работу качественно, потому что у вас есть по сути лучший, ну, единственное, еще есть диктатор, да, саппорт корпус, но я бы сказал, что это лучший саппорт корпус, лучший, да, то есть, единственное, он не дает овердрайв своим тиммейтам, но все остальное он дает, он дает хп, он дает защиту от всех статус-эффектов, то есть, по сути, если делать комбину титан, диктатор и паладин, да, то это получается у нас будет и купол, будет и овердрайв с расходкой, и будет защита от всех статус-эффектов, и плюс дополнительное хп, вот если эту трех, трех, трехъярусную кабиночку разыгрывать в осаде, я считаю, что может работать прям вообще идеально, просто идеально, поддерживайте видос лайком, подписывайтесь, друзья, на канал, еще вдруг не подписаны, надеюсь, что вам зашел этот видос, пишите, что вы думаете по поводу всего этого дела в комментариях, и у нас полноценно уже стартовал третий розыгрыш по тегу темпе, да, для тех ребят, кто еще не знает, быстренько покажу, в настройках нажимаете аккаунт, нажимаете тег создателя контента, если у вас он здесь не стоит, меняете, ставите тег темпе, замечательный, да, и при поддержке, то есть, если вы производите любой донат в игру, да, то есть, покупайте танкойны, покупайте премку за реальные деньги, вы уже как минимум поддерживаете меня, и у вас открывается возможность регистрации и участия в розыгрыше, а третий полноценный розыгрыш, который уже стартовал, он стартовал на 2 миллиона кристаллов и на 50 тысяч танкойнов, поэтому, друзья, если вам все это дело интересно, в описании также, как всегда, оставляю ссылочку на регистрацию в розыгрыше, и итоги этого розыгрыша у нас будут полноценно через чуть меньше двух месяцев, да, мы уже с ребятами все это дело решили, я еще где-то в других видосах тоже об этом всем буду рассказывать на стримах, поэтому информация будет, переходите, смотрите, ну, уже у нас, можно так сказать, полноценно розыгрыш начался, у меня, друзья, на этом сегодня все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!